Михаил Николаевич, спасибо за достойную игру. Первый будет предельно простой вопрос. «Локомотив» имел шансы забить, но по динамике счета уступал практически до конца игры. Как считаете, команда одно очко набрала или два потеряла? Ну, вы правильно сказали, такой немножко дискуссионный вопрос. С одной стороны, как матч складывался по счету, и мы его вытащили, это плюс, потому что каждое очко, как любили раньше говорить, всегда идет в копилку, и, значит, это какое-то движение вперед, в любом случае. А потому как по характеру матча, но в первом тайме, да, мы были и острее, и по своим, так скажем, подходам, и могли забивать, могли забивать. И выход Самошникова, и прекрасные были хорошие взаимодействия на фланге Сельянова и Миранчука, и практически вываливались Глушенков, очень хорошие были моменты, да, поэтому здесь, конечно, осадок есть, а концовка, конечно, Краснодар тоже имел моменты, это надо дать должное сопернику, они на контратаках нас ловили, но момент у Сарвеля Хамулича, да, когда фактически замкнуть дальнюю штангу, и это голевая ситуация, и мы могли тоже выигрывать. И поэтому, ну, наверное, счет по игре, хороший боевой матч, динамичный, мы увидели в нашем исполнении такую хорошую, амбициозную команду, которая, ну, действительно, ну, неравнодушно каждому эпизоду мы хотели победить, но вот ситуация сложилась. С учетом, опять же, того кадрового дефицита, что по разным причинам, что у нас сегодня сложилось. И второй вопрос, раз коллега разрешает мне задать его. Алексей Батраков меняет во втором тайме, соответственно, Марио Митая. Почему он, а не Станислав Макеев, или вы, Стас, рассматриваете исключительно как центрального защитника? Во-первых, Леша Батраков, он провел прекрасные сборы, он был с нами во всех днях тренировочных с января месяца, и все три сбора с нами провел, участвовал во всех матчах, знает все требования в этой позиции. Самое главное, заслужил. Заслужил то, что он действительно соответствует, и у него очень хорошие качества для того, чтобы не только, так сказать, ходить в так называемых перспективных игроков, а уже сегодня составлять достойную конкуренцию, выходить в наш молодой воспитанник Академии, который действительно по качествам своим имеет прекрасные шансы бороться за место состава. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Еще я люблю было и заряженность на победу, и отличное движение у команды. И вот только один момент, все-таки реализация моментов, и в основном ошибки были на подходе к штрафной площади. Ну, как бы вот этот момент очень важный. То есть теряли мяч в простых ситуациях перед штрафной еще. Вы видели сколько выходов. В ап сегодня соперник просто давал играть. Я считаю, что сегодня для вас был достаточно, ну, не легкий, как называют матч, но такой матч, в котором игра давалась. Да, добрый вечер, добрый вечер. Ну, немножко, знаете, не соглашусь в каком плане. С одной стороны соперник давал, но с другой стороны, может быть, и мы заставляли соперника какие-то эпизоды действовать так, как мы хотим. Все, что касается подготовительных моментов с точки зрения развития атаки, у нас очень хорошие были. Но вы правильно заметили, что именно внутри штрафной или под штрафной вот была такая суета. Более хладнокровно необходимо распоряжаться моментами своими, более, так сказать, с холодной головой мастеровито. Вот, может быть, и в этом чуть-чуть тоже нам надо прибавить, так скажем, в обрасти нашей молодежи еще более классом, да, и более мастерством таким, да, когда мы уже те моменты подготовительные делаем хорошо, выходим из обороны хорошо, развитие атаки у нас хорошее, а вот здесь уже непосредственно под штрафной надо добавить. Еще вопрос Пеняев. Меня просили спросить про Пеняева. Что с ним причинно? У него по карточкам отпускал. А, все. Да, да, у него дисквалификация. Продолжение следует...